Итак, друзья, плавно затрагиваем профессиональный сегмент, и сегодня я расскажу о четырехканальном усилителе мощности премьера модель PA4300. Это уже третий обзор продукции бренда на канале, за плечами удачный проигрыватель винила EcoBT и многофункциональный интегральный усилитель с функциями стримера в компактном исполнении CI2100. Сегодняшний же гость довольно увесистый, аж 25 килограмм. Благодаря здоровому тороидальному трансформатору имеет уши для крепления в стойке, кстати, не такой уж он и высокий для четырехканального усилителя, при том, что заявленная мощность 300 ватт на канале при 8 омах и 600 при 4. На передней панели 4 регулятора громкости с индикацией клиппинга сигнала. Пригодится, чтобы не дойти до перегрузки. Слева и справа решетки для циркуляции воздуха с воздушными фильтрами. Кнопка включения питания расположена за ручкой, чтобы исключить случайного нажатия. Что у нас сзади? Источники подключаются исключительно с помощью XLR, что также намекает на профориентированность. Два режима Mono и Stereo, четыре пары клемм для подключения акустики. По бокам установлены два вентилятора, ведь класс AB в режиме 24 на 7 с такой мощностью требует активного охлаждения. Усилитель можно использовать и в двухканальном режиме, собственно в домашних условиях я так и сделал, подключив стереопару Tanoidi 500. Но также есть вариант применения и биампинга. В качестве предварительного усилителя взял премьера CI2100. И поскольку источников с настоящим балансным подключением у меня нет, подключил кабелями RCI XLR. Сюда же впред подключил проигрыватель винила. Напомню, в CI2100 есть встроенный фонокорректор для головок типа MM. В моем случае играла высоковыходная MC-головка Benz MicroWood. Регуляторы помогают согласовать акустику с разной чувствительностью, если вы подключили четыре колонки. Или же позволяют добиться комфортного звучания, к примеру, в разных комнатах, если в этом есть необходимость. Штука интересная, скажем, в применении где-нибудь на даче, разведя акустику по разным комнатам или этажам. Но еще более логичное применение профессионального усилителя, к примеру, для озвучки актового зала. Не знаю, как вам, друзья, а мне бы он пригодился в мои для проведения мероприятий. Запас по мощности большой, да и нет особого смысла усилитель использовать в щадящем режиме, ему нужна мощность. Тем более, вентиляторы не бесшумные. Да, их все-таки слышно, уровень шума примерно как в не очень мощных серверах. Причем скорость вращения вентиляторов не варьируется и не зависит от нагрузки. Что по звуку, а точнее начнем с того, что я ожидал до включения. Неудивительно, что профессиональная направленность усилителя должна явно быть заметна. Никакого окраса тембров, звук честный, как есть. Поэтому, если любите оперировать регуляторами НЧ и ВЧ, на тот случай, если это необходимо для помещения, понадобится соответствующий предварительный усилитель. Вообще, я был приятно удивлен при первом включении усилителя. Начал со стриминговых сервисов через Premiere CI2100. Бас. Он есть, довольно ощутим и честен. Я сначала даже не поверил, что тембры стоят в нулях. Перепроверил, все верно. На удивление, приятный бас. Нет, он не окрашен, его немного. Просто не во всех усилителях он такой глубокий и осязаемый. В верхнем регистре детальность не проседает и не вуалируется. Картина четкая, достоверная. Легко выявляются проблемы со сведением и дефектозаписи, что говорит о том, что на таком усилителе удобно работать со звуком. Мультижанровость в профессиональном сегменте обязательная черта и в PA4300 она присутствует. Я послушал несколько различных групп разных жанров, чтобы в этом удостовериться. Понравилось звучание современного рока и металла. Также отметил приятно звучащий вокал. Желаете устроить дискотеку в стиле диска или синтепопа? Это не составит труда. Premiere PA4300 хорошее недорогое решение прежде всего в профсфере. Для дома, если только для частного, в квартире не всем ведь нужен четырехканальный усилитель. Хотя, представьте себе, что у вас две пары акустики, разные по характеру, но отлично дополняющие друг друга. Вполне хорошее решение. Смех смехом, а я знаю нескольких владельцев двух-трех пар акустики, то есть какие-то для джаза, какие-то для рока, а кто-то запускает их одновременно. Дизайн, конечно, не в каждую стойку подойдет, это да, но в целом выглядит неплохо, скажем так, не топорно. Ограничение только XLR-ами может, конечно, стать для вас сюрпризом. С другой стороны, такое подключение куда надежней и перепаять провода, в принципе, труда не составит. А еще проще, конечно, запастись уже готовым. При включении и выключении реле щелкают громко. Мне не привыкать, наоборот, добавляют усилителю какого-то доверия, что они здесь не игрушечные. Кому-то могут не понравиться яркие светодиоды, да еще и синего цвета. Это сделано для удобства при проведении мероприятий и управлении усилителем в темноте. Что по итогам? Да, я знал, что усилитель имеет профессиональную направленность, но почему-то ждал сухого, непримечательного, скажем так, слишком мониторного звука, а получил на удивление серьезный прирост по сравнению с усилителем мощности в устройстве CI2100. Усилитель имеет место быть, учитывая свою стоимость в 80 тысяч рублей. Достойный аппарат, но учитывайте еще и его вес. Он прямо тяжелый, но в отличие от легенького CI2100 имеет резиновые ножки, поэтому полку не поцарапаете. Только придется разместить его подальше, чтобы не слышать шум вентиляторов. Безусловно, это никак не хай-энд домашнее решение, тем более учитывая цену. Домоусилитель вряд ли пригодится, поэтому не забывайте об ориентированности устройства при своих запросах к звуку. Ждем, что Premiere выпустит еще. Кстати, помимо модели 4300 есть еще и старшая 4600. Стоит на 10 тысяч подороже, при вдвое большей мощности. Что ж, друзья, на сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео и обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы. Счастливо!